Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. И сегодня тема нашей программы такая актуальная, к сожалению, актуальная в наше время – это мошенничество. Причём мошенничество в отношении, наверное, одной из самых незащищённых категорий граждан – мошенничество, касающееся пожилых людей. К сожалению, действительно, ещё раз повторюсь, это достаточно часто встречающиеся ситуации, и для того, чтобы им противодействовать, применяются разные методы, разные способы. Вот именно сегодня об этом мы и поговорим с нашей гостьей. А в гостях у нас сегодня Ирина Анатольевна Гайворонская. Ирина Анатольевна у нас является заместителем председателя Совета сторонников партии «Единая Россия» по Московской области и президентом благотворительного фонда «Счастье жизни». Итак, Ирина Анатольевна, ну и, естественно, огромная работа в последние месяцы была проделана именно в плане просвещения наших пожилых людей, объяснение им того, как не стать жертвами мошенников и мошенничества. Ну, а всё-таки начать бы мне хотелось, это будет основная наша тема, но начать бы мне хотелось всё-таки немножко с другого. В нескольких словах расскажите всё-таки о том, кто такие сторонники Всероссийской политической партии «Единая Россия». Насколько я понимаю, это явление для политической жизни нашей страны пока ещё единственное и уникальное. Добрый день, уважаемые телезрители, наш уважаемый ведущий. На самом деле, на самом деле проблема, о которой мы сегодня будем говорить, она такая нерадостная и неприятная, но решать её нужно, как, впрочем, и все проблемы, которые у нас существуют. Относительно того, кто такие сторонники. Ну, как я говорю, сторонники – это просто хорошие, добрые люди, которые собираются вместе для решения каких-то определённых целей. Сторонники – это не члены партии «Единая Россия», это просто люди, которые поддерживают политику нашего государства, политику нашего правительства. Люди, которые имеют определённые такие моральные критерии, к которым, собственно говоря, мы привыкли. Традиционные ценности, которые выступают за целостность нашего государства. Насколько вы знаете, что наш президент делает очень многое для того, чтобы наше государство оставалось целостным, стабильным. В последние годы нас стали очень уважать. И, собственно говоря, вокруг этого и собираются вот такие люди, которые хотят поддержать нашего президента. И партия «Единая Россия» этих людей просто вокруг себя объединяет. Мы объединяемся вместе, мы делаем хорошие дела, мы делаем вот такие же проекты, о которых мы сегодня поговорим. Это просто хорошие, добрые люди. Вы знаете про наш проект «Дорога добрых дел», который тоже поддерживают сторонники партии «Единая Россия». Это всё, что касается сторонников. Значит, руководят сторонниками у нас наш лётчик-космонавт, известный Максим Сураев, депутат Государственной Думы. Я являюсь его заместителем в Московской области. В Государственной Думе на уровне более высоком, в Центральном исполкоме нас руководит Сергей Боярский, тоже известная личность. То есть просто собрались хорошие люди, которые хотят поддержать нашего президента, которые хотят, чтобы мы хорошо жили, чтобы мы делали добрые дела. Вот мы их и делаем. Это всё, что касается сторонников. А что касается теперь вот непосредственно этого проекта, связанного с противодействием мошенникам и мошенническим схемам в отношении пожилых людей? Ой, Пётр, на самом деле эта тема для меня больная. Вы знаете, кем я работаю уже много-много лет. Помимо того, что я руковожу сторонниками, помимо того, что я руковожу благотворительным фондом части жизни, по основному роду деятельности я являюсь судью. И, к сожалению, мне достаются в решение те вопросы, которые уже свершились. Я принимаю решения по тем случаям, которые уже произошли. И вот для того, чтобы этого не было, для того, чтобы предотвратить все эти ситуации, мы и ездим, занимаемся этой программой. Это программа сторонников партии «Единая Россия». То есть по своей практике, по результатам своей деятельности, по ситуации, что как случается с людьми, я разработала памятку. Вот эта памятка, она у меня с собой, называется «Памятка по правилам безопасности». Писалась она тоже не просто так. То есть я просила пожилых людей, как они хотят видеть информацию, которую им предоставляют. Дело в том, что у нас памятки выдают многие там социальные структуры, но это такие вот как бы брошюрки с картинками. И наши пожилые люди воспринимают их, как американские комиксы. Я их об этом спрашивала. Они мне говорят, Ирина Анатольевна, мы привыкли читать газету «Правда». Мы привыкли смотреть телевидение. Нам нужно передавиться. Да, нам нужно передавиться. Напишите, пожалуйста, так, чтобы нам было понятно. И вот мы с вами бываем на встречах, вы видите, что люди открывают эту памятку, они берут ручечку и записывают за мной то, что я им говорю. Вот это им понятно. Сюда же они записывают телефончики. Мы здесь им оставили вот эти места. Они записывают телефончики всех наших социальных служб. Для них это понятно. То есть это тот формат, который им нужен. Ну, а относительно самой программы, на самом деле до нас это явление докатилось аж на 20 с лишним лет позднее, чем это все было. Началось исследование во всем мире, потому что еще в начале 70-х годов прошлого века с этой проблемой столкнулись. Столкнулись в Америке, столкнулись в Великобритании, в Австралии, в Канаде, то есть в самых передовых странах. Столкнулись с вопросом, когда обманывают и обижают именно пожилых людей. Состоялось в 1982 году Всемирная ассамблея ООН, где был поднят вот этот вот вопрос. А с 1991 года приняли правила. Правила в отношении пожилых людей. Как надо к ним относиться, как надо себя проявлять. Эти правила утвердены ООН. И у нас каждые 10 лет происходит вот такая вот всемирная сессия ООН, где вот как раз рассматриваются эти случаи, как там у нас происходит вот сейчас ситуация в отношении пожилых людей, как к ним относятся, какие случаи зафиксированы, когда их обижали и так далее. Я хочу сказать, что наши пожилые люди, они отличаются от всех остальных в мире. Но вы знаете, что мы долгое время жили в закрытом государстве. И вот хотя мир изменился, но психология, да, и менталитет людей остались теми же самыми, как я говорю, что наши старики, они лучшие в мире. Вот почему нас во всем мире не очень любят? Потому что нас просто не понимают. Но мы лучшие, и старики у нас лучшие. Они самые добрые, они самые отзывчивые. Они пережили все тяготы этой войны, но это их не озлобило. Это их привело к тому, что они готовы оказывать помощь своим родным, близким, детям, внукам. Вот по этим самым телефонным звонкам они готовы оказывать эту помощь в ущерб себе. То есть они не думают о себе, они уже думают о своем ближнем. И мошенники этим прекрасно пользуются. А поскольку пожилые люди, люди уже с особенностями, да, с физическими особенностями организма, даже те, кто в молодости когда-то там быстро мыслил, был великим там ученым-академиком, он им и остался. Но просто в силу физических возможностей, да, они уже не те. Он не может вот так вот быстро на все реагировать. Мошенники, соответственно, этим пользуются. И вот каждый раз мы приезжаем, мы объездили все 16 поселений Одинцовского района. Каждый раз мы приезжаем, ситуация одни и те же. Одни и те же. Хочется, конечно, их всех поймать, наказать. Для того мы и ездим. Для того мы и ездим. Я рассказываю людям просто случаи из своей собственной юридической практики. И случаи, которые вот мы собрали, в частности, по нашему Одинцовскому району. Чтобы люди понимали, что вот с их близкими, вот здесь вот буквально рядышком, в соседнем подъезде, там, в соседнем поселке что-то произошло. Свою беседу строю на примерах из своей собственной юридической практики. Все-таки не один десяток лет – это достаточно большая уже практика, да, когда можно о чем-то говорить. Но эти примеры – это примеры не абстрактные. Это не то, что произошло где-то с кем-то что-то, и показали это по телевизору. Люди посмотрели, но по телевизору у нас и кино показывают. А здесь вот я рассказываю то, что мы собрали по поселениям нашего Одинцовского района. Что произошло буквально в соседнем доме, в соседнем подъезде. И слава Богу, что оно не дошло до этих людей. Мы для этого и ездим, чтобы рассказать об этих примерах, чтобы люди это знали, чтобы им помогала вот эта наша памятка. В этой памятке описаны все варианты мошеннических случаев, которые у нас действуют сейчас и в Российской Федерации, и в Московской области. И плюс здесь же даны ответы, да, вот они прям красно выделены, что нужно сделать. Вот если у вас то-то, то-то произошло, что с этим нужно делать? Ирина Анатольевна, ну вот давайте коснемся нескольких хотя бы конкретных примеров, которые вы в первую очередь приводили на этих встречах, которые приводили в пример пожилым людям. Ой, на самом деле я приводила такие примеры, которые людям кажутся ужасными, но они вот сбываются в жизни и нередко. Такой случай был ни единожды, ни дважды. Вот они происходят с пугающей какой-то вот чистотой. Значит, основные виды у нас мошеннических действий – это телефонное мошенничество. Это вот самый распространенный вид мошенничества. Началось оно еще со стационарного телефона, сейчас у нас мобильный есть у всех. Да, и у пожилых, и у молодежи, и, соответственно, мошенники этот гаджет очень активно используют в своей деятельности криминальной. Следующий вид у нас мошенничества также связан с телефоном. Это у нас смс-сообщение. Людям я про все это рассказывала, что не реагировать, не обращать внимания и так далее. Следующий вид у нас мошенничества – это мошенничество под видом работников социальных, коммунальных служб и так далее. Очень страшный пример. Очень страшный пример. И, к сожалению, вот у нас передача там бывает, Петровка 38, такого плана, да, там тоже такие случаи рассказывают. И, к сожалению, такие же случаи у нас были у нас в Отенцовском районе. Слава Богу, что пока что без последствий. Приходят сотрудники как бы какой-то там управляющей компании, либо компании, которая занимается установкой фильтров. У нас же сейчас все тренды у нас. Мы хотим быть здоровыми, красивыми – это здорово. Мы хотим пить чистую воду – это прекрасно. Людям, всем я говорю, если вы хотите пить чистую воду, найдите себе компанию с лицензией, с договором подряда на выполнение определенного вида работ, да, компанию, которая вам даст потом гарантию на обслуживание этого. Найдите ее сами. Не зовите к себе в дом тех, кто ходит у вас по дворам, по подъездам и так далее. Это 100% мошенники. Но люди все равно зовут. Все же хотят у нас подешевле. А дешевое, как вы знаете, ну, к сожалению, хорошим не бывает. Ну, хотелось бы, но не бывает. Вот приходят эти мошенники. Вот они меняют людям фильтры. Самый благоприятный исход для людей, когда просто поменяли фильтры, поставили фильтры, которые бесполезные. С людей взяли определенное количество денег и немалое. И просто ушли. И слава Богу, что ушли. Но бывают такие случаи, когда поставили фильтры, потом наливают в какую-то емкость воду и говорят семье, попробуйте, пожалуйста. Замечательная у вас вода. Вот просто она посеребренная, там ООН из серебра показывает анализы и так далее. Члены семьи пьют эту воду и засыпают. Опять-таки, благоприятный исход, когда они просыпаются. Просыпаются, квартира ограблена, но люди живы. Но вот в той же самой Петровке 38 у нас показывают случаи, и я знаю такие случаи по своей практике, когда семьи не просыпаются. Причем все, включая детей. Мы ездили по нашему Одинцовскому району. Приехали мы в Заречье. Прекрасное, чудесное место. Прекрасное. И вот там работала такая бригада. И у нас на встрече была такая женщина, она мне говорит, вы знаете, вот Бог отвел, вот просто мне дают эту воду попробовать, а я вот не могу, вот что-то меня останавливает. Не попробовала семье эту воду, но эту воду налили кошкам. В семье было две кошки, вот обе кошки сдохли. То есть мошенники, надо понимать, что мошенники – это люди совершенно беспринципные. Абсолютно. Их интересуют только ваши деньги. Им все равно, как вы будете себя чувствовать, останетесь ли вы живы, здоровы, вы и ваши дети. Им это не важно. Их интересуют только деньги, только семиминутная выгода здесь и сейчас. Вот такая вот ситуация. Если можно, то о количестве людей, сколько удалось. Вы сказали, что все 16 поселений объехали. Сколько людей пришло на встречу и сколько в итоге, вот благодаря памяткам, еще каким-то средствам удалось охватить людей? Ну, на самом деле, на встречу пришло, по-моему, где-то около тысячи человек. В 16 поселениях надо посмотреть статистику. А памяток мы напечатали 10 тысяч. И вот эти 10 тысяч памяток мы раздали. Когда у нас начинается встреча, я людям всем говорю, выберите не только для себя, выберите для своих знакомых, родственников столько, сколько посчитаете нужно, чтобы у всех были эти памятки. И все разбирались, да, памятки? Все памятки разбирались. Причем я говорила, вот вы меня сегодня слушаете, вы делаете запись, вы придите своим родственникам, соседям, расскажите. И это действительно делали. Вот те же самые сторонники партии, они просто собирали во дворах бабушек и им все рассказывали, все, что они услышали на встрече, они все рассказывали, раздавали эти памятки. Потому что это действительно очень важно, чтобы человек не просто прочитал, да, что написано в памятке, а чтобы ему это разъяснили. И вот они разъясняли. А что касается приглашенных людей, потому что вот я бывал на этих встречах, на одной заключительной был, и я вижу, что вы приглашали и правоохранительные органы. То есть вы шли в команде на эти встречи. В команде, совершенно верно. Мы когда стали ездить по поселениям, вот буквально съездили одно-два поселения, мы столкнулись с тем, что люди хотят видеть своего участкового уполномоченного. Но я хочу отметить, что вот в нашем Одинцовском районе очень хорошо развита работа с участковыми уполномоченными. И я столкнулась с тем, что во многих поселениях у нас участковые уполномоченные местные. Вы не представляете, насколько это сейчас важно. Вот раньше у нас были участковые, особенно в сельской местности, те, которые жили рядом с нами, выросли с нами. Мы их знаем, они нам знают, все про наши семьи. Вот сейчас у нас в Одинцовском районе очень много вот таких участковых. Это очень радует, это очень влияет на уровень криминальной статистики. Это действительно так. Поэтому мы всегда приглашали участкового уполномоченного. После того, как я все расскажу людям, он говорил, дорогие мои друзья, вот из того, что рассказала Ирина Анатольевна, вот у нас поселение, на нашей территории, вот такие-то, такие-то случаи были, и на встрече присутствовали люди. А вот вы помните, вот вы меня звали, я к вам приходил. Вы меня звали, я к вам приходил. И он рассказывал, как он эти случаи расследовал, и чем они все закончились. То есть это, опять-таки, наглядные примеры для людей. И мы совершенно верно приглашали еще человека из службы социальной защиты населения. Он также людям все это объяснял, как работает служба социальной защиты населения, и что надо обязательно гражданам быть немножко бдительными. То, о чем я говорю. То есть все вопросы можно решить на ранней стадии. Вот мы встретились, поговорили, они что-то запомнили, что-то у них написано в памятках. Но вы сделайте, пожалуйста, вот маленькое движение. То есть позвоните вы в ту же службу социальной защиты. Вот на последней встрече, где мы с вами были, руководитель службы социальной защиты сказала, дорогие мои, ну пожалуйста, вы звоните нам просто почаще. Вот вы видите, ходят посторонние люди, ну позвоните. Все эти звонки, они тут же уходят в милицию, тут же уходят, они автоматически расследуются. То же самое сказал и представитель правоохранительных органов. Не стесняйтесь, вы видели, что на встречах все участковые распространяли свои мобильные телефоны всем, кто не знал. Звоните участковым, не стесняйтесь, это их работа. Лучшее преступление предотвратить, чем попасть ко мне в кабинет, я буду выносить свое решение. От того, что я вынесу решение, легче уже, к сожалению, никому не станет. Да, мы накажем людей, но мы же ездим для того, чтобы эти преступления предотвращать, чтобы не дать мошенникам ни одного шанса вот это преступление совершить. То есть люди должны быть к этому готовы. А действия непростые, элементарные. Наберите телефончик, который у вас записан в памятках. Если говорить о количестве жертв мошенничества, я понимаю, что все-таки сторонники партии «Единая Россия» это не правоохранительный орган. Но тем не менее, может быть, у вас есть какая-то статистика хотя бы по каким-то поселениям? Статистика есть, да. В крайний раз мы с вами были, у нас там был аж целый подполковник, руководитель службы, как она называется? Службы участковых уполномоченных. Службы участковых уполномоченных, совершенно верно. Вот она пришла и сразу про статистику. То есть она выслушала все, и она сразу вам сказала, 22 случая произошло. Вот в округе там Звенигород произошло 22 случая. Случаи были такие-то, такие-то. Вот такого, слава Богу, у нас не было. Как вот я вам сейчас рассказывала про фильтры. Вот такого страшного не было, слава Богу. И опять-таки, вы помните, что она рассказывала? То же самое, что говорю я, да. К людям она обращалась с просьбой. Пожалуйста, когда вам звонят мошенники, ну не бегите вы, не несите вот вы свои вот эти вот несчастные денежки, да, которые вы заработали, которые вы собирали там. На какие-то свои нужды и цели. Но не доверяйте вы людям просто так. Хотя бы вздохните и выдохните. И подумайте, действительно ли такое могло быть. Да даже если оно могло быть. Мы все пугаемся, да. Мы обычные живые люди. И я пугаюсь. Несмотря на свое там образование, несмотря на свою работу. Я обычный живой человек. Конечно, сердце замирает. Но в то же самое время надо подумать. Позвонить надо. Подполковник полиции нам что говорила? Вы не сможете дозвониться. К сожалению, по статистике вот так и происходит. Что-то вот у нас бывает со связью нашей сотовой и так далее. Мы не можем дозвониться. И она еще сказала, что необходимо выдержать паузу. В любом случае. В любом случае. Хотя бы там 10-15 минут. Да, я говорю то же самое. За это время уже как бы в голове все сложится. Могло ли такое в принципе быть? Могло ли такое быть в принципе? Да. Могло ли такое быть в принципе? Люди, которые были на наших встречах, они вспомнят о том, что я им говорила. Да даже если оно могло быть. Надо понимать, что те, кто выманивает вот эту взятку, они эту взятку все равно будут ждать. Потому что им нужны деньги. Они будут эту взятку ждать не 20 минут, да, вот как вот они воздействуют на людей. Вот прям срочно-срочно. Это у нас есть социальная психология, наука такая. И там вот эти вот все схемы, у нас реклама действует по тому же самому принципу, как и действуют мошенники. Я думаю, как бы пиар-агентство на вас не обиделось за такие слова. Нет, нет. Нет, ну почему обиделся? Это социальная психология. Это наука, да. Это наука, да. Это наука. Только используется во благо. Она используется, да. Она должна использоваться во благо. Есть такое понятие, как конформизм. То есть это в двух словах я вам буквально объясню. Это когда на человека, да, массово оказывают влияние. Вот как вот работают мошенники? Они работают устойчивыми группами. Это уже установлено, что существуют устойчивые группы. Даже если мы часть из этой группы наказываем, да, арестовываем, сажаем и так далее. Она все равно наполняется. Эти люди частью сидят даже в тюрьме, если вы слышали на беседах, я рассказывала, да, они сидят в тюрьме. Они звонят по телефону. Здесь у них на свободе существуют координаторы, которые ездят, собирают деньги. И, собственно говоря, мы собираем деньги-то на содержание тюрем. Но неужели нам это не обидно? Поэтому они, кто-то из, вот в чем заключается принцип? Они давят на человека. Сначала мы ставим ногу в дверь. Это называется нога в двери. То есть мы раз человека зацепили, а потом мы начинаем на него давить. То есть мы ставим его уже на рельсы. Это так вот все эти понятия называются. Поставить человека на рельсы. То есть кто-то изображает себя там каких-то там руководителей, кто-то там руководители правоохранительных органов, социальной службы и так далее. Они давят, давят на человека и говорят быстрее, 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 быстрее. И заставляют принять решение. Заставляют принять решение. А я говорю еще раз. Те, кому нужна взятка, они ее будут ждать. Даже если вы хотите нарушить закон. Вот вы знаете, что вот с вашим родственником где-то что-то произошло. И вы хотите нарушить закон. Вы хотите дать взятку. Вы должны понять, что эту взятку будут ждать и день, и два, и неделю, и так далее. Понимаете, в чем дело? То есть не надо бежать в течение 20 минут. От этого ничего не изменится. Даже если вы принесете там деньги когда-то, их все равно дождутся. А вот нарушать закон или не нарушать, каждый взрослый человек решает сам по себе. Ирина Анатольевна, ну и, естественно, поездка по 16 поселениям, такая масштабная достаточно акция, наверное, не могла пройти без поддержки района, без одобрения, без какого-то взаимодействия. Что касается администрации района, насколько здесь вы ощущали поддержку, помощь? Ой, безусловно. Почему был выбран для пилотного проекта именно Одинцовский район? Ну, если честно говоря, то мы здесь живем. Но поскольку мы здесь живем, мы знаем руководство этого района. Мы знаем руководство поселения, где мы живем. Мы знаем главу нашего района, в котором мы живем. И я хочу сказать, что вот Андрей Робертович, он человек в достаточной степени консервативный и в достаточной степени прогрессивный. То есть у него настолько все грамотно уравновешено. Он прекрасно понимает, какой у нас район, какой это лакомый кусочек для мошенников. Поэтому он использует, но тоже очень грамотно, так дозировано, использует все методы, которые позволят свое население защитить и обезопасить. Поэтому благодаря его поддержке, соответственно, мы вот так вот проехали по 16 поселениям. Я хочу отметить исключительную компетентность в работе именно команды, именно администрации Одинцовского района, связи на местах. Когда мы приезжали, встречи были уже организованы, везде висело объявление, что вот такая-то встреча. Заранее информировалось население, и привозили этих пожилых, и приводили. То есть люди уже знали, что мы приедем. Были организованы залы, все было, в общем-то, очень хорошо. Я думаю, что сейчас у нас будет большая конференция. И, в общем-то, этот момент мы, конечно, отметим. Потому что Одинцовский район проявил себя вот с самой лучшей стороны. У меня уже намечены встречи и дальше. Вы же знаете, что я езжу. То есть этот опыт, он будет распространен по области, да? Конечно. Уже следующая встреча вот у нас назначена в городе Реутов на 11 октября. То есть я еду дальше по Московской области. Но хочу сказать про Одинцовский район, что это вот просто пять с плюсом. Вот насколько все это было организовано. Очень удачно был выбран именно Одинцовский район для пилотного вот такого проекта. Теперь мы пойдем уже дальше. Пойдем дальше, будем людям рассказывать, как мы здесь ездили. Собственно говоря, делиться опытом. Ирина Анатольевна, я думаю, что нашим телезрителям, особенно пожилого возраста, было бы интересно еще все-таки несколько конкретных примеров, мошеннических схем просто разложить, вот как они действуют. Да, от момента звонка неожиданного и до момента расставания с деньгами добровольного. Но добровольно-принудительного, скажем так. Добровольно-принудительного. Почему я стала заниматься вот этой проблемой вне своего основного рабочего времени? Почему? Потому что факт мошенничества очень тяжело доказать. А тяжело его доказать, потому что мы вот опять-таки добровольно бежим к этим мошенникам, мы добровольно отдаем им деньги, мы добровольно с ними подписываем какие-то договоры. То есть мы это все делаем добровольно. А раз взрослый человек, которому старше, который старше 18 лет, совершает добровольное действие, ну какое здесь мошенничество? Факт мошенничества просто очень трудно доказать. Я хочу сказать, раз мы стали говорить про пожилых, да, очень часто они сталкиваются с сотрудниками не только каких-то коммунальных, инженерных служб, они сталкиваются с сотрудниками, которые, вернее, с мошенниками, которые изображают из себя сотрудников социальных служб, пенсионного фонда. У меня здесь есть краткая цитатка из инструкции пенсионного фонда Российской Федерации. Вот я с вашего разрешения ее зачитаю в эфире, чтобы все понимали. Я на встречах людям рассказываю, что ни сотрудники социальных служб населения, ни сотрудники пенсионного фонда по домам просто так не ходят, и причем они не ходят никогда. То есть люди должны принять это как факт, что сотрудники этих служб по домам не ходят, не звонят они в дверь просто так. У них есть график работ. Та же самая служба социальной защиты населения. Для чего она придет? Ну, например, проверить ваши жилищные условия. Да, вы решаете какую-то там семейную проблему, проверить ваши жилищные условия. Но, во-первых, эта встреча будет согласована заранее, заранее. Во-вторых, вы будете знать, кто это пришел, и всегда будет удостоверение, и вы всегда, как я объясняю людям, смотрите в дверной глазок. Кто там пришел? Кто там стоит за дверью? Видите, стоит девушка. Набирайте телефончик, который вам знаком. Опять-таки я говорила, звоните по телефону, который вам знаком. Не тот телефон, который вам продиктует пришедший. Девушка из-за двери, да? Скажет, я вам сейчас продиктую, позвоните, там вот мой начальник. Или прямо вот через цепочку вам передаст. Ни в коем случае. Вы звоните только со своего личного телефона, и только по тому телефону, который лично вам знаком. Тот телефон, который вам выдали в этой службе на приеме. Тот телефон, который официально находится на сайте социальной службы или пенсионного фонда, либо банка и так далее. Вы звоните по этому телефону и говорите, что вот я сегодня жду человека, ко мне должны прийти. Кто там должен прийти? Наташа? Спрашивайте. Да, Наташа. Хорошо. А как выглядит Наташа? Вот Наташа высокая блондинка, а вам говорят, нет, Наташа там небольшая брюнетка. Уже сразу понятно, кто пришел. Понимаете, в чем дело? То есть вот правила эти... То есть даже до такого доходят? То есть мошенники даже могут знать имя человека, который ходит, за которым закреплен, например, тот или иной дом? Конечно, безусловно. К счастью, у нас развивается интернет. Это очень здорово. Но, к сожалению, вы знаете, что все эти базы можно купить на любом рынке электроники. И вот я хочу еще сказать про пенсионный фонд. Поскольку мы говорим про пожилых людей, у нас многое связано с пенсиями. Ходят, пересчитываем пенсии, гранты от президента и так далее. Вот я вам сейчас прочитаю просто цитату из инструкции, которая действует для сотрудников пенсионного фонда. Что органы пенсионного фонда Российской Федерации осуществляют консультирование и прием граждан в клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда России, не оказывая государственные услуги гражданам на дому. То есть никогда такого быть не может, что сотрудник пенсионного фонда позвонит вам в дверь. Вот надо это принять тоже за... Знаете, как хочется поверить в то, что кто-то принес тебе деньги. Я понимаю. К сожалению, это невозможно, но поверить-то хочется. Я понимаю, уважаемый ведущий, я это все понимаю прекрасно, но люди тоже должны это принять как факт, что не могут они прийти, потому что это нарушение закона. А у нас закон, он един, он не меняется. Чтобы внести какое-то изменение в закон, это мы должны пройти много-много инстанций. Вот закон сейчас запрещает им ходить по квартирам. Вот запрещают, не приходят они никогда. Вы примите это как факт и будете знать, что сотрудники пенсионного фонда по квартирам ходить не могут. Позвонить вам по телефону и спросить данные вашей карточки, кредитной, у нас же сейчас все социальные пособия, пенсии начисляются на карточки. Не могут. Им это законом просто запрещено. Если кто-то вам звонит и спрашивает ваши данные, то это мошенник. Даже сотрудник банка, который выпустил эту карту, не может вам позвонить и по телефону спросить ваши данные этой карточки, не говоря уже про пин-код. Пин-код касается только одного человека. Из банка могут позвонить, спросить, если вы вдруг какую-то покупку совершали в интернете, позвоните, спросите, служба безопасности. Вот вы такой-то, такой-то совершали итог покупки, вы скажете да. Все, это единственное сведение, которое может попросить банк. Никаких других сведений по телефону не запрашивают, только в местах стационарного обслуживания населения. Иначе это все внезаконно. А государственные службы закон не нарушают, его нарушают мошенники. Ирина Анатольевна, время наше неумолимо движется к концу. В нескольких словах, если можно, подведите итог, обращаясь к нашим телезрителям. В нескольких словах. Если в нескольких словах, то я хочу сказать, дорогие друзья, пожалуйста, будьте бдительны. Правила, которыми можно защитить себя от действий мошенников, они очень простые. Просто позвоните своему участковому, позвоните в службу социальной защиты, позвоните в администрацию, в конце концов, на горячую линию. Все эти звонки, они обязательно принимаются. И тут же по ним начинается работа в правоохранительных органах. Не давайте, пожалуйста, мошенникам ни одного шанса, чтобы это преступление совершить. И чтобы мы потом с вами встречались в зале судебного заседания, выносили решения, их наказывали. Давайте не будем этого делать. Давайте просто будем заботиться о себе, о своих ближних. Просто будем немножечко бдительны. У нас как бы в народе, мы не привыкли, да, к тому, чтобы доносить друг на друга. Но это же не донос. Вы просто видите, что какие-то посторонние люди ходят по вашей территории, по вашему дому, но вы их не знаете. Ну, позвоните участковому, скажите, что незнакомый человек вот у нас ходит в дом, заглядывает, присматривается к квартирам. Я вас уверяю, что именно вот такие случаи, вот такие вот обращения граждан, они и помогают предотвратить вот эти преступления в дальнейшем. Ирина Анатольевна, спасибо большое за то, что стали сегодня гостей нашей передачи. Пришли в студию, нашли время. Ну и все-таки мне бы хотелось, чтобы наш сегодняшний разговор стал как бы предварительным таким вхождением в тему, поскольку действительно наш хронометраж не позволил нам сегодня, во-первых, алгоритма вот этого противодействия, мошенничеству, да, коснуться. Во-вторых, действительно поглубже разобраться в этих схемах, как они работают. Ведь человек, который знает, как эти схемы работают, он уже наполовину от них себя обезопасил. Да, предупрежден, да. Поэтому я просто хочу взять с вас слово, что в одну из ближайших наших передач вы к нам придете и все-таки расскажете еще раз, и опираясь на свой опыт работы в судебной системе, расскажете вот именно о вот этих вот приемах, которые доступны каждому и которые, наверное, каждый должен знать. С удовольствием. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи была Ирина Анатольевна Гайворонская, заместитель председателя Совета сторонников партии «Единой России» по Московской области, президент благотворительного фонда «Счастье жизни». На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok